Многие давно думают, что рейдерский захват Земли – это страницы прошлого, но нет. Сегодня это изнанка юридической действительности. Процесс ведется изощренными и на грани законности способами. С этого термина начинались уже несколько бесед журналистов телеканала с обратившимися героями. Два года назад Департамент имущества и земельных отношений края под руководством Сергея Быстрова пытался отнять помещение у детского спортивного клуба «Русич». Подвал для занятий «Русич» получил на несколько лет в безвозмездное пользование, причем без окон, электричества и прочих коммуникаций. Как только руководство клуба и родители привели помещение в порядок, Быстров подал иск о расторжении договора. Основание было на грани фантастики. Тренеры нарушили закон о конкуренции, мол, там, может, кто-то еще хочет размещаться. С боем в полгода, но детский спортивный клуб удалось отстоять. В прошлом году Департамент отнял другой участок у фонда «Самба» на объездном шоссе и отдал его под нужды церкви. Быстров опять же подал иск в суд на расторжение договора об аренде, причем по причине того, что сами же специалисты Департамента допустили ошибку при его заключении. Сегодня в студию пришел предприниматель не в сфере социального бизнеса, но с такой же проблемой. Мишенью для Департамента он стал, так как владеет неплохим с точки зрения расположения участком на улице Шилова. В 2018 году Департамент государственного имущества и земельных отношений по результатам проведения торгов предоставил Татьяне Иванниковой земельный участок площадью 811 квадратных метров по адресу город Чита, улица Шилова, 103. Земля, согласно генеральному плану, предназначена для строительства производственных объектов. Иванникова строить там передумала и уступила свои права другому человеку, Александру Нестерову. Тот построил гараж, а затем продал его. Приобрести гараж не повезло Гончаровым. Они что делают? Они с него подают на него в суд, взыскивают с него, получают исполнительный лист решение суда о взыскании его, то есть признавая его на самом деле, что он является арендатором этого земельного участка. После чего заходит в суд, расторгают договор цессии между Иванниковой и Нестеровым. Даже при том, что весь процесс до настоящего времени происходил с разрешения госорганов, совершенные сделки по инициативе Сергея Быстрова признали недействительными. Сам же он добивается сноса гаражей и изъятия участка в собственность департамента. Со слов-то самого представителя департамента, когда им задавали вопрос, а почему вы раньше регистрировали руководство земельным кодексом, да, при Хосоеве, да, почему вы сейчас-то вот делаете все наоборот и пытаетесь все это. Они говорят, это позиция нашего руководителя, непосредственно руководителя. Начал задаваться, а почему он так делает? Я открыл его биографию, я прочитал, охранник-юрист, охранник-курьер, работа в войско-части там где-то каким-то техником или что. Человек абсолютно не имеет государственного управления опыта. Встает на такой пост и просто шашкой все начинает рубить. С момента заключения договора переуступки права аренды были разработаны и оформлены все документы. Проектная документация, разрешение на строительство, постановка на кадастровый учет. Сегодня же департаменту необходимо снести гараж, для чего его пытаются признать самовольной постройкой. Градостроительный комитет города уже ответил, что все это было сделано по закону и отменить выданные документы при наличии зарегистрированного права собственности невозможно. Но департамент упорно ставит под сомнение компетентность всех руководителей, кроме своего. Мы хотим просто понять, вот мы, простые граждане, а когда нам нужен, когда мы сможем доверять нашим органам здесь в чте, когда у нас не будет сомнений в том, что в их синих печатях, их подпись, их трактовок, что потом это не будет по-другому. Сколько мы можем терпеть уже вот эти несения убытков? Получается, нет доверия. То, что тебе дают, ты будь добр, сомневайся. Не значит, что тебе завтра придет господин Быстров и что-то там тебе не скажет, снести там или еще что-то. Возникает вопрос, так зачем же сносить уже построенное по закону и со всеми разрешениями здание? Если уж участок хотят изъять, то его наверняка можно законно приобрести в торгах. Пока стоит этот гараж в нашей собственности, этот очень ликвидный земельный участок никому не достанется. Он по закону принадлежит нам. Но как здание уйдет, любой его знакомый, товарищ написал заявление, подал его на вторг, ему без торгов его дали. Действительно, в городе и крае вполне возможно по многочисленным программам получить участок без торгов. Но предоставление земли без аукциона допускается при условии, что этот участок не предоставлялся для завершения строительства какого-то объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта. А в данной ситуации здание уже капитально стоит, и собственник имеет на него все разрешения. К слову, пользоваться постройкой в связи с судебными тяжбами нельзя. То есть предприниматель сегодня фактически несет убытки. Ведь город сейчас знает, как при Быстрове. Одним можно выкупить земельный участок, а другим нельзя. Вот это вообще замечательно. Пусть компетентные органы, прохранители, следственные комитеты, ну пусть проверят. Вот элементарно, даже хотя бы то, что связано с приватизацией. По имеющемуся опыту, телеканал не рассчитывает на беседу с руководителем Департамента госимущества Сергеем Быстровым, но вправе написать запрос. Гончаров, в свою очередь, подал порядка 12 жалоб в исполнительные и даже законодательные органы власти, а также в правоохранительные структуры. Будем разбираться в этой не новой, но про откровенную наглость истории.